Привет, ребят! У нас сегодня очередной выпуск прогулок в формате интервью, но дело в том, что вот здесь отряда со мной Грета, вот я не знаю, видите вы, надеюсь, что да, вот, и я ее спрашивал, о чем мы будем говорить, и она мне так и не предложила какую-то конкретную тему, поэтому мы сейчас будем тему придумать по ходу, а если мы ничего не сможем придумать, значит, будем просто идти и молчать. Вот, такие вот дела. Грета, да, Грета, вот Грета, значит, познакомьтесь, она живет тоже уже 864 года в Осло. Вот на ней новый рюкзак, можете видеть. Расскажите, пожалуйста, как вы, уважаемая, очутились в всем замечательном замке, городе и вообще, вот, чем вы занимаетесь? Расскажите немного о себе, вот. Как ваша жизнь в Осло? Кстати, электрический мотоцикл проехал, о которых я говорил. Как-то в одном из видео. Что у тебя, камера стеснения? А, кстати, я, ну тогда я буду про тебя рассказывать. Это может мне не рассказать. Запрещаешь мне? Я и так могу про тебя рассказать. Ну вот, Грета снимается в кино. Денис, 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 остановись. Не забывай, что остановись. Остановись. Это не прямая трансляция. Кстати, там ресторан сзади тебя. Так, не снимались. Вот, ну ладно. Я тогда буду рассказывать. Что? Ну я, ну я, ну что, я, ну что-то, я не хватаю уже. Вот у нас есть Сколково граффити, вот, в Осло. Это не Осло, на самом деле, это Москва, да, как вы понимаете. Растут Сколково, вот. Только что-то ничего не видно против солнца. О! Вот. А Грета убегает и не хочет давать комментарий в прямой эфир. Только не прыгай, пожалуйста. Нет. А, в общем, мы сейчас гуляем вдоль набережной, возле главного этого замка. Как он называется? Ну, в общем, в общем, главный замок в Осло. Я забыл, как он называется. А Грета молчит и не хочет мне подсказывать. И вообще прячется, как будто ее тут нет. Я вообще сам с собой разговариваю, на самом деле, ее тут нет. Что вам рассказать? Об этом замке я бы вам что-то рассказал про него, если бы я что-то знал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы благодарны, которые выsoasmeING Дубровскому! Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смотрите, серая машина, значит, дальше серая, дальше серая, 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 белая, и белая, и серая. Вот и чуть черная есть вот там, и вот там еще черная есть. А нет, но зато вот на здании есть немножко радости. Да, это, кстати, очень типично. Норвегия здесь серый цвет, серый лед, белый снег. Это правда, да, это очень про Норвегию, национальные цвета. Да, кстати говоря, даже если вы хотите использовать оранжевый, красный, зеленый в Норвегии, то обязательно добавьте в него пари лично так серости, чтобы он был такой серо-оранжевый. Ну вот, как, например, здесь серо-оранжевый на здании примерно, или как это, почти постельный, но такой грязный постельный. Пастельный, не важно, грето. Я заменяю Э на Е, а Е на Э, везде, везде, где мне нравится, понимаешь? Да. А есть какой-то закон здесь, что даже на каких-то, вот я слышала, Толь Носкель на каком-то из этих косла, что дома можно в эти... Красить в определенные цвета. В определенные цвета. Рыбный холл. Красный, зеленый, и все, ты не можешь пократь себя как угодно. Ну понятно, но если ты не звезд какой-нибудь глушик где-нибудь, кто не увидит. Ну да, но что и в некоторых местах, есть, да, определенные правила, которые нужно следовать. Ну это архитектурный план. Нет, хорошо на самом деле, что есть некие такие правила, которых придержишься, потому что это создает некий общий ансамбль. Даже если это серые цвета, будет стремно, если все будут серые, какие-то будут... Ну нет, оно может не будет стремно. Если это выпрыгивание, оно будет гармонировать, тогда да. Но если каждый будет делать как ему вздумается, то это выпрыгивание будет неравномерным. Кстати, мы сейчас пройдем зарядку для электробусов. Она, правда, ночью выглядит более аппетично, но сейчас у нас ночи нет, поэтому я вам не покажу ее ночью. В смысле, сейчас вообще не темнеет особо ночью. Вы сами это видели в других роликах. Я даже не видела это. Что это? Зарядка для электробусов, он, правда, почему-то сейчас не заряжается. Но обычно там поднимается понтон у него. То есть я это не видела? Ну, короче, там сверху понтон, он поднимается, коннектится и заряжается. Недавно появилась, правда? Нет, она уже точно год, как минимум, может, несколько лет. Вот как эти электробусы появились? Это где-то чуть больше года, я думаю. Ну да, давно не была. То есть там ты был? Внутри, в смысле, или снаружи? Ну мы же там только что шли. Внутри был? Ты был там, там ВИПА. ВИПА, знаешь место? Это я... Фудкорт. Нет, я знаю только что там есть этот... Снохетта, архитектурное бюро где-то там. Нет, там огромный фудкорт, как тут на Гринолоке, вулкан, помнишь? А, ну это Фискер Холин, который мы сейчас проходили? С рыбными мы этими... Нет, нет, там еда. Ну еда, рыба. Нет, там не рыбные, да, там... Ну пойдем, ладно, уговорила. Ну как на вулкане, знаешь? Ну я понял, как на Матхаллинг, как на вулкане, да. Ну да. Окей, окей, пойдем. В магазинчике там именно как... А он открыт? Я не знаю, но... Сейчас же сколько времени у нас. Вот смотрите, ребятки, сейчас. Сколько мы ходим вокруг, кстати. Да, пойдем. А, я не знаю, сколько времени у меня, к сожалению. Вот, смотри, карта там. Да, я вижу. Это видимо... Финляндия, Свеция, Россия, кстати, нарисована. Казахстан, вы что-то Россия не отмечите, а Казахстан зато отметил. Латвия, ну да, зачем из России можно из Казахстана что-то отводить. Дания, Германия, Польша. Очень странная карта. Стоп. Что-то тут не так. Поставки, мне кажется. Тут что-то как-то не так нарисовано, нет? Или я путаю? Ну, как бы, карта Европы не так выглядит. Ну да. Ну вот Польша, она... Это Польша разве? А где... Подожди. Беларусь, Украина, Украина, Беларусь... А, не, ну, хотя, может, так. Может, это поставки еды? Поставки еды, я просто не могу... Мне кажется, что что-то не так, я не пойму, что. Рыбы. Да, да, поставки рыбы. Отличные страны из Норвегии. Ладно. Вот тут заслочка стоит, заряжается. Вот так вот, да. Кого-то на работе. А, и вот даже на картинке заслочка стоит, заряжается. Вот это с повозкой. Очень эпично, конечно. Тут разрисованный поезд у нас тут. Причем это изначально он разрисованный или потом? Нет, потом, видимо. Как видите, очень много людей гуляет. Вот тут просто толпа вокруг нас людей. Все шумят, кричат. Рыбаки повсюду стоят. Ну, рыбаки, правда, были. О, жираф. Привет, жираф. Там какая-то страшная штука за жирафом. И фургон. Прикольный. В общем, да, мы все-таки поверили к тому формату, о котором ты говорила. Где мы ходим и рассказываем о... А если что, кстати, здесь, да? Что не разрешено, то запрещено. Да, тут инфопункт, действительно. Ты не был? Нет, вроде нет. Ты отпустил. Ну, вот ты мне и покажешь сейчас. Вход. Вход. Випа. Это только для випов? Нет. Take away order no. Нет, ордера нет. Хочешь взять на вынос? Заказа нет. А, здесь, кстати. А сейчас? На земле можем зайдем? Давай, зайдем, конечно, зайдем. Что ж, мы сюда пришли, чтобы не зайти, что ли? А, закрыто. Пам-пам. Пам-пам. До девяти. Подожди, где ты видишь до десяти? Написано бар до десяти. Как бар до десяти? Бар вообще до восьми. А, бар до двадцати двух. А какой семь день? Понедельник. Понедельник. А, тирс, а мон вообще нету. Значит, мон закрыт. Да-да-да. Понятно. Тирс, так? Понятно, закрыто. Да. Ну, вот, мусор сортируется. Вот, видите, даже тут вот такие деревянные какие-то. Ну, ладно. Пойдем дальше гулять. Цветочки. Это народное творчество. Вот шина с цветочками. Это стандартное дворовое творчество. А, видишь, вот их? Открыты? Ты знаешь, мы открыты весь год? Да, открыты весь год. И что они все компостят. Я думаю, он ответит мне снова, но нет. Да, прикольно, что они тут компостят отходы. И тут прикольный вид, конечно, классный. Такой угол. Сейчас покажу вам. Вот угол. А там можно пройти или там тупик? Да, можно. Мне кажется, можно. Давай посмотрим. Посмотрим, да. Все закрото. У меня, например, большим удивлением было, что здесь выбор еды не особо большой. Кстати, на рынке. Ты про это кафе или вообще? Нет, вообще. А, ты сейчас возвращаешься к общему топику. Ну, вообще, да. Выбор еды, ну, а ты имеешь супермаркеты или рестораны? Ну, и супермаркеты, и кухни, например, национальные. Что здесь не будет там какой-то, не знаю, узбекские еды, например, что-то. Уверена? Ну, что, просто не знаешь, где она? Ну, не-не-не, знаю. Здесь литовский ресторан. Литовский ресторан? Ты мне его не показала еще, почему? Ну, ты разве любитель литовской еды? Ну, так я же еще не знаю, мне же надо ее попробовать, чтобы ответить тебе. Это единственное, что я знаю. А так, если бы русский ресторан закрылся, когда-то он был, но он закрылся. Русский ресторан, здесь, по-моему, не один, их, по-моему, несколько. Он был раньше, а нету бы. Где, например, знаешь? Слушай, мне говорили, я просто не помню. Я потом уточню, я тебе скину инфу. А его в Осло, конечно. А, чёп, я не понимаю. Не, ну, может, его уже нет, или, может, это другое, я не знаю. Я уточню, я тебе потом скину информацию. Сейчас только есть польский и литовский из восточноевропейских кухней. А так, не особый выбор и продуктов, например, здесь импорт из-за высоких налогов. Здесь импорт той же самой продукции Франции и Германии, что у нас в каждом супермаркете можно найти. Здесь нету, потому что здесь они хотят... Ну, подожди, как нету, мы с тобой едим сырки, всякие, сгущенку из Германии, есть. Ну, да, но это не из Германии, кстати. Почему? У меня есть некоторые продукты из Германии. Ну, да, да, видишь, это только в иммигрантских магазинах. Да, да, да. А в обычных супермаркетах нету. А в обычных супермаркетах в России ты тоже не найдешь литовских продуктов? Или в Литве, ты, наверное, ну, в Литве, может... У нас в Латвии есть. В Латвии ты может... У нас продают немецкие, там, французские йогурты. Ну, в России ты... Супер исключение. Нет, если Германия только Германия делает, да, то ты найдешь. А если не только Германия делает, например, соленые огурцы... Соленые огурцы из Германии или из Норвегии в России ты не найдешь. А здесь ты найдешь из России. То есть, я бы сказал наоборот, что здесь продуктов больше, чем в России. Они просто... Наверное. Но ведь в азбуке вкуса у вас нету, разве всего? Все есть, но оно все местное, нет ничего привезенного. Ну, нет, в азбуке вкуса, да, есть там что-то из Азии привезенное, да, есть. Из Европы нету, там, французских сыров. Слушай, азбука вкуса – это исключение. Я сейчас... Это не супермаркет, его нельзя оценить как супермаркет. Это элитный магазин, в который привозят редкие продукты. И он, единственная эта сеть, он только в Москве. В Ростове, например, нету. А вот если сравнивать с пятерочкой, нужно сравнивать. Нужно сравнивать с зеленым перекрестком, нужно сравнивать с магнитом. Вот в этих сетях нерусских продуктов в России... Нет, ну там есть, но мизер. То есть, а здесь вот эти мигрантские, они на каждом районе есть, на самом деле. Ну, я бы не сказала бы. Ну, фактически. В западном районе, где живут только в основном коренное население, там их вообще нет. Ну, окей. Но их здесь не один, и не два, и не три. Как там азбуки вкуса, там сколько их, там 10 в Москве. Здесь их больше. Здесь вот эти есть Стамбул, здесь разные сети есть. Здесь есть азиатские сети, есть турецкие сети. Ну да, просто я еще хотела упомянуть, что нету, как вот выбор, здесь, как я с другими тоже общалась, что здесь вот выбор сладкого, а печенье здесь нет. Вот это согласуюсь, насчет выбора сладкого, а более плохой, это факт. Здесь ничего нету. Здесь не едят конфеты, здесь не едят торты. Ну, вот в мигрантских магазинах это же есть. Да, только в два раза больше. А в этих, в норвежских, пирожные есть и торты, но их мало, и они очень дорогие. И в этом я с тобой соглашусь. И тортов особо нету, или они очень такие демовые, нетипичные для нас. Да, да, нетипичные для нас, да. Я вот и... Это согласен. Или торты, если здесь покупать, их нужно именно в кондитерских магазинах, они просто классные. В основном, в основном, да. И печенья здесь нету, здесь только арео и всякое. Ну, это печенье, это печенье тоже, в принципе. Ну, ты имеешь в виду более простого печенья. Ну, да. Ну, и сыры здесь, я, кстати, заметила, сыры безвкусные. И многие говорят, что сыры норвежские, это не сыр, кстати. Не знаю. Слушай, ты, наверное, русский сыр не ела. Я просто, как приехал в Норвегию, я просто в восторге. Даже самые дешевые, такие вкусные все. Да, но ты не француз, нельзя так... Нет, здесь есть вкусные сыры, которые, как бы, более сильные, более слабые. Здесь есть... Нет, здесь есть торты, поверь мне, здесь офигенные сыры. Нет, я не знаю, как бы, насчет... Понятно, что здесь не самая сыроварная страна в мире, как, например, Швейцария. Тех же, там, голландского или... Да. Гауда нет вот этих... Ну, в смысле, Гауда продается здесь в магазинах, ее куча разная. Да, я просто сыроед. Ты вот в этом... В этом плане со мной спорить сложно, потому что я очень люблю сыр. Я просто попробую вот этот самый популярный сыр. После хлеба. У меня два любимых продукта, это хлеб и сыр. Поэтому в этом... Но, опять же, я не претендую на то, что я какой-то сырный эксперт. Но я тебе скажу, что в сравнении с Россией сыр, его выбор может и меньше. Но и среди этого меньшего выбора, там, я не знаю, сотня продукции, допустим, здесь, и там 120 в России. Но из 120 в России там 110 будет невкусных и 10 нелегально импортированных, потому что сейчас запрещено в Россию ввозить. А здесь будет, я не знаю, даже найти невкусный сыр. Я вот ни разу не ел в Норвегии сыр, который бы мне откровенно не понравился. То есть есть сыр, который я не люблю, например, президент, вот с плесенью, как оно белое, там, бри или как-то... Я обожаю. Есть с голубой плесенью, вот я его люблю, а с белой я не люблю. Я люблю, но они все дорогие вот эти. Они дорогие, да. Особенные здесь сыры они будут... Как бы, даже он, в принципе, он имеет какой-то вкус. То есть нельзя сказать... Нет, я ем его, почему? А, ты имеешь в виду, что ты его не ешь, да, часто, да, да. Это не типичный сыр, который ты будешь есть там... Не-не-не, это как десерт какой-то такой редкий, какой-то к чему-то интересный. Ну, там, да, к вину, может быть. Я просто имею в виду обычные сыры, которые самые популярные здесь, этот Ялдсберг, Норвегия. Ну, Норвегия нормальные, не знаю, Синова или Синво, или как-то. Ну, что-то такое. Нормальный, вкусный сыр, Норвегия вкусный. Ты, наверное, просто русский сыр не ела, а сейчас там делают такой отвратительный. У нас все нормально, у нас очень хорошо. После того, как вот это запретили импорт, стали только в России их делать, а то, что в России делают, это просто жесть. Там, вот знаешь, он как бы, он вообще как, у него нет вкуса, он как брынза. Вот знаешь, брынза только желтого цвета, красная брынза, короче. То есть он, походу, не выдерживается вообще, и он, естественно, весь делает из одних и тех же компонентов, из какого-нибудь привезенного порошкового пальмового масла, и вот одинакового вкуса, какой бы ты брал бренд, текстура будет отличаться, а вкуса не будет. Вот, и поэтому я как сюда приехал, я думаю, есть такой вкусный сыр. Ладно, я, видимо, не заметил. Ну, это, конечно, индивидуально. Не, но интересно, нам интересно послушать разные мнения. Вот, видишь, есть мнение о тех, кто говорит, что здесь сыр не очень. То, что у нас в Латвии у нас очень много, у нас несколько молочных компаний и очень хорошие продукты. С молочкой здесь, да, я согласен, в целом, если молочкой рассматривать, здесь не очень хорошо. Выбор или творога нет, вот по творогу скучаешь, если не читать иммигранты в магазинах, но все равно он там не самый лучший в качестве. Нам нужно там пойти, если мы хотим. Замороженое приводят здесь, все замороженное. Да, 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 творог, да, молочка есть, но она специфическая, в основном молоко, лактоз-фри молоко есть, вот и получше, чем в России. А все остальное молочка, да, просаживается, да. Да, я здесь, да, ну, молоко, нет. Нет, подожди, молоко вредно, которое корове, которое, если тебе больше, чем 25 лет. А если это отмилк из всякой там пшеницы, то ничего, оно не вредно, оно, как то же самое, что будешь кушать это растение. То есть оно вполне, другое дело, ну, понятно, что все в каких-то пределах. Вот, но хорошо, ладно, мы уже о еде поговорили, столько, это, наверное, самая абсурдная тема про еду. Вот, например, электромобили еще можно затронуть в тему, что здесь их достаточно много. И вот мой лиф проехал, только другого цвета. Да. Я помню все твои лифы, да. Но они вот это, нет, вот этот лиф, это, смотри, их сейчас два поколения. Вот это первое поколение, которое мне нравится, оно выглядит, как будто это японский котик тебе улыбается. А есть новое поколение лифов, оно начало выходить с 2017 или 2018, оно агрессивное, оно вот сделано, как бензиновая машина. У него такой капот, полоски такие на боку. Оно агрессивное, и у него убрали вот эти японского котика, вот эту няшность, убрали ее полностью. Это вообще основная фишка была. И мне так не нравятся вот эти новые лифы. Я вообще их не считаю за лифов. Да, они дальше ездят, конечно, у них там что-то может на борту получше. Но мое мнение, что внешний вид испортили. И еще фишка лифа была в чем? Он снаружи маленький, а внутри он по объему почти как Тесла. Ну, единственный минус, что у Теслы там под капотом пространство, а у лифа под капотом там двигатели и всякие штуки. Вот, но за этим исключением все остальное он реально просторный. Там можно в багажнике спокойно разместиться даже взрослому человеку. И никому что перевозить в багажнике. Да, я пробовал, я сидел там. Кого похитил? Себя. Вот, сам сидел в своем багажнике. Короче, он реально просторный. То есть в этом кайф. Он практически как Тесла по размеру. Он у меня не изящный. Он няшный. Ну как это? Он милый, изящный. Тесла, да, я понимаю. Не, ну Тесла, это Тесла. Ты сравни ценник. 25 тысяч и 75 тысяч. Я не по ценник, я по внешнему виду присмотрю. Внешний вид у нее, конечно, более спортивный, агрессивный и все такое. Да. Да. Но, в общем, за счет электромобиля, конечно, здесь потише, почище воздух, поприятнее. Нет, вот... Ну, нет, автобусы есть, конечно. Ну, и вообще, кстати, здесь из-за высоких налогов на дорогу. А, налогов, да, налогов на бензин и на бензиновые машины. И на проезд, и на проезд на дорогах, да. Да. В основном для бензиновых. Да. Сократили вдвое или втрое даже количество автомобилей в городе. А, и парковки сократили с каждым годом. Парковки платные, да, и их мало. Их плюс убирают. Да, да, да. Их или переставляют в какие-нибудь подземные, где тебе уже не кайф. Или вообще убирают, потому что сейчас новая политика ВОСЛА, зеленая партия, они пытаются убрать все паковки в центре, чтобы сделать в каком-то, да, в 2025 году центр ВОСЛА вообще без машин. Ну, правильно, песоходный. Ну, да. Хорошая идея. И вообще еще бы заборы они убрали, вообще было бы замечательно. Ну, знаешь, а как это будет поставки тогда, поставки к ресторанам все равно нужны будут? Получается, должны будут лежать какие-то... А, к ресторанам? Ну, знаешь, вот эти вот фургончики электрические, типа вот такие маленькие, они могут заезжать, мне кажется, они всегда в исключениях есть. Как, знаешь, почтовый фургончик, это постын, вот такие маленькие электромагнитчики, как, знаешь, полуинвалидские такие. Не завезешь много на них. Много не завезешь, нет. Но несколько таких фургонов, одни привозят рыбу, второй привозят, там, овощи, третий привозят фрукты. Да. Да, это, конечно, усложняет логистику, согласен с тобой. Ну, да, этот вопрос решить нужно как-то, но можно же не полностью запрещать въезд, но просто ограничить его настолько, насколько будет комфортно людям. Город для людей должен быть. Чем меньше машин, тем больше среда будет для людей, люди будут ходить, общаться, сидеть в кафешках. Вот. И это приятно, а вместо того, чтобы ты на парковке тулился там в какой-то кафешке, а ты будешь сидеть в кафешке возле воды и никакой парковки на тебя не будет смотреть. Да, и особенно сделать его, конечно, лучше для инвалидов город. А, ну, это вот здесь, это с этим вообще. И мы вот сейчас шли по причалу, вы заметили, нет, там сидел рыбак в коляске. То есть он добрался сам до причала, он там рыбачил с другими ребятами, и сейчас он поедет домой, и он доберется сам, без всякой помощи сторонней. Вот, что немаловажно, вы видите, здесь нигде нет, ну, практически не считая, там, по мелочи заборов, и везде, везде бордюров, а если и бордюры, они есть со скатами низкие. В общем, да, вы можете выживать здесь, как нормальный человек, и независимый, даже если вы ограничены в передвижении. Это, конечно, клево. Может, в Солд зайдем, там Музон, смотри. И, кстати, еще есть, что мне очень нравится, что здесь есть скаты, именно воду для инвалидов. А, да, да, купаться, купаться, да. Да, в море, это очень отличная идея. Я тоже видел, да. Пойдем на концерт? Да. Да, там еще сауна есть. Сауна предлагаешь? Нет, нет, ну, не сейчас, конечно. Мне вот этот замок нравится такой, знаешь, в среде, в среде, в среде, в среде, в среде. Смотрел этот фильм «Отель Будапешт», помнишь? Что-то да. Будапешт, а, это Вос Андерсона. Возможно. Такая вот эта эстетика. Он мне пирожное напоминает какое-то, я не знаю. Розовое и такое, с башенками. Какое-то большое-большое пирожное. Да, и так красиво, особенно, когда сейчас закат, на фоне заката, это здание. Да, симпатично. Розовое. Все розовое, да. О, машинка какая. Рагуль. Рагуль. Поехал Рауль там, вон, гонщик, гонщик. Горцует гонщик. По городу. Пойдем, что у нас, переедет тут, что ли, кто-то. Ну да. Вот тут никого нет. Надо изменивать. Надо нажать и пойти на красный. Вот это все так, все ословчане делают. Нажимают и идут на красный. Ословчане. Да, так, пойди, там, по-моему, перегородка. Или мы там пройдем. Или нет. Или нам надо перейти тут, а потом перейти там. Да, вот мы сказали, короче, что город для людей такие. А, как же нам дойти через дорогу перейти, блин. Так всегда, знаешь, что что-нибудь похвалишь. А тут такое, мы сейчас скажем, тут электромобили. А сейчас тут 25 машин подряд бензиновые проезжают. Закрыто забором, чтобы на нее машины не заезжали. Подожди, это, наверное, репа. Мы, наверное, это не концерт, а просто репа. Мы на него не попадем. А там, помни, были рубашки? Да, рубашки висели, их убрали. Да, декорации. Да, да. А это было, типа... Что-то это значило. Я читал там описание к этим рубашкам, что это символизирует то, что там вот рыбу сушили так раньше, а теперь типа это вот души людей. Или что там какая-то была история. По-моему, там все-таки есть люди, да, там тусят. Ну, пойдем, перейдем и зайдем туда. Мы сейчас пойдем в Солт, в Солт-Лейк-Сити. Да, и мы сейчас, короче, в наглую перейдем дорогу. Сейчас, когда эта машина проедет, мы так возьмем и в наглую, короче, возьмем и перейдем. Я вспомнила, что еще огромный минус, что здесь нету культурного предприятия. Ну как, нету, вот мы на них идем сейчас. Нет, я имею в виду, как там опера, нету, например, особо не популярной. Здесь традиционные нам постановки. Театральные. Ну да, именно опера, балет. Не, ну опера, балет в опере, пожалуйста, они там есть. Просто сейчас из-за короны закрывались. Там есть, но очень мало, и там все более современное. Там нету как вот типичного. Ну, может быть, может быть. Я не знаю, если ты любитель балета, оперы, нет. Я не особо, я хотел сходить, но и все из-за короны как бы никак не попадало. По-моему, там вход по... Видишь, там стоит чувак на входе, возможно. Ладно, ребятки, мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что вам было интересно и полезно. Пишите комментарии под видео. И до встречи. Пока-пока.